В Таджикистане за 2017 год закрылись 30 тысяч субъектов предпринимательства. В России в Красноярском крае трудовые мигранты, находящиеся в специальном учреждении временного содержания иностранных граждан, начали акцию протеста и неповиновения. Об этом сообщается на сайте регионального главка Следственного комитета России. В настоящее время в отношении двоих организаторов массовых беспорядков избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Еще один участник, который по команде организаторов поджигал имущество спецучреждения, задержан в порядке ст. 91 УПК РФ, отмечено в сообщении. 3 февраля около 8 часов утра, 4 часа по Москве. Два десятка человек забаррикадировались в нескольких комнатах Центра временного содержания иностранцев, разбили камеры видеонаблюдения и жгли матрасы. Участники протеста требовали улучшения условий содержания и скорейшей депортации на родину. В дальнейшем двое из них были арестованы. По факту произошедшего возбуждено дело о массовых беспорядках. Часть 2 ст. 212 УК РФ. Следует отметить, что практически все миграционные центры в крупных городах переполнены. То есть в одной камере размещается намного больше людей, чем положено. Кроме того, в этих учреждениях царит крайняя антисанитария. Кроме того, во многих центрах трудовые мигранты неоднократно оказывались жертвами противоправных действий со стороны сотрудников учреждений. Подобные случаи не раз попадали в поле зрения СМИ. Так, например, в интервью с радио «Азатык» в ноябре 2017 года один из пострадавших от рук сотрудников спецучреждения временного содержания иностранных граждан, расположенного в Московской области, рассказал о произошедшем с ним. Во время избиения они выключают камеры видеонаблюдения или заводят в баню, где их нет. Сначала связывают руки за спиной, а потом избивают. У них есть изолятор, после избиения тебя оставляют там в холоде. Утром приходят другие. Тебя бьют по спине, как лошадь секут. Не только кыргызов, всех, кто там находится. Моя регистрация не вышла по базе данных. Мои ноги и руки все были в синяках. Чтобы не оставлять следов на лице, они надевают специальные перчатки. Есть такой метод. Если руки связаны, ты просто стоишь и тебя избивают. Также используют электрошокер. Если родственники что-то передали, то половина может дойти до тебя, а то и нет. Что-то получше они перепродают другим. Это целый бизнес. На пресс-конференции, состоявшейся 13 февраля в Душанбе, глава Государственного комитета по инвестициям и управлению госумуществом Республики Таджикистан, Фарух Хамрализада, заявил о закрытии тестирования. По мнению экономистов, заявление Хамрализада не совсем соответствует реальности. Истинными причинами, заставляющими предпринимателей свернуть свое дело, являются абсурдная налоговая система, коррумпированность должностных лиц, а также лоббирование интересов определенных предприятий, принадлежащих семейству Рахмона, либо его близкому кругу, госорганами страны, что делает невозможным конкурировать с этими предприятиями молодым предпринимателем. По словам Хамрализада, из общего числа закрывших свое дело предпринимателей 28 471, это индивидуальные предприниматели. И 1810 юридические лица. В последние дни в Туркменистане ощущается нехватка хлеба и дефицит муки. Как сообщает АНТ, альтернативные новости Туркменистана, в государственные магазины буханки доставляют всего один раз в день, по утрам, и то не во все точки продаж. Могу сказать, что в самом деле ввоза нет, абсолютно уже последние осадки, самый продаем. Водители говорят, что его мало, не хватает на полноценное обеспечение всего города. Буханки разбирают вмиг, и это тут хлеб, который в сытные времена никто не покупал, сообщил источник альтернативной новости Туркменистана в административном центре Лебабского Вилаята. Тем временем власти северного региона Туркменистана в поисках решения проблемы дефицита муки рассматривают меры по обнаружению и конфискации излишков муки у местных жителей, сообщает туркменская служба радио Азатлык в Дашагузе. Власти планируют начать осуществление проверок в домах у состоятельных или зажиточных жителей с последующей конфискацией муки, объем которой может рассматриваться как превышающей потребности членов семьи на определенное время, рассказал на условиях анонимности источник в районе Рухубилент. По сообщениям других источников, в некоторых районах уже начались мероприятия по обходу домов жителей с целью обнаружения и конфискации излишек муки. Как сообщают источники в регионе, жители в знак протеста все чаще собираются перед зданиями местных администраций. В этой связи власти в попытке успокоить население проводят разъяснительные беседы с привлечением религиозных деятелей и старейшин. В свою очередь местная полиция осуществляет меры по предотвращению возникновения очередей, собирая номера телефонов собравшихся с обещанием позвонить при поступлении муки в продажу. В России против руководителя организации «Йордан» помощь Бахрома Хамроева возбудили уголовное дело по статье 322.3 УК РФ. Фиктивная постановка на учет иностранного гражданина или лица безгражданства по месту пребывания в жилом помещении в Российской Федерации. Хамроев занимается защитой прав трудовых мигрантов из Центральной Азии уже на протяжении многих лет и известен как один из немногих бескорыстных правозащитников, который на самом деле может помочь защититься от произвола со стороны правоохранительных органов. Вина Хамроева, по мнению следствия, заключается в том, что он в своей квартире в московском районе Биберева зарегистрировал двоих граждан Кыргызстана и Таджикистана. В постановлении возбуждения уголовного дела указано, что Хамроев действовал из личной заинтересованности, знал, что они не будут жить по адресу регистрации и тем самым лишил возможности отдел УФМС России по городу Москве по району Биберева в СВАО осуществлять контроль за соблюдением вышеуказанными гражданами, миграционного учета и его передвижения на территории России. «Я регистрировал в своей квартире тех людей, которые реально нуждались в помощи и хотели легально находиться в России. Никаких денег с них не брал», — заявляет сам правозащитник. «Я приехал, все...» Напомним, что в последние годы давление со стороны властей на члена правозащитного центра «Мемориал» Бахрома Хамроева постепенно усиливалось. В 2016 и 2017 году сотрудники ФСБ уже проводили в его квартире обыски. В 2010 году Хамроева избил сотрудник ФСБ, а в 2011 на него напали неизвестные, устроив засаду в его подъезде. Правозащитник тогда заявил о причастности к преступлению узбекских спецслужб. Ни один из этих инцидентов не был расследован. Дело не в резиновых квартирах, считает член Совета правозащитного центра «Мемориал» Виталий Пономрёв. Предъявлено обвинение только повод для расправы с правозащитником, известным своей активной позицией по защите беженцев из Центральной Азии, которому угрожает принудительное возвращение на родину при участии российских спецслужб. Тем не менее, оказать на меня серьезное давление, что... Продолжение следует...